Он меня бесит! Ну вот сколько раз вы так говорили друзьям за свой немолодой смартфон, а? Наверняка пользователи часто на них жалуются и живут в надежде купить новый аппарат, желательно флагманский. А ведь можно просто разобраться в причинах, почему телефон так сильно тупит. И сегодня я вам расскажу о том, что убивает процессор вашего смартфона. Поехали! Известно, что производительность любого гаджета падает, если у оперативной памяти процессор сильно загружен различными приложениями. Для новых задач просто не хватает ресурсов систем. От этого мы наблюдаем в целом заторможенность смартфона или планшета. Причины загруженности процессора. Любой процессор убивает регулярная высокая нагрузка. Источниками максимальной нагрузки являются Приложение, которое использует модуль GPS. Современные мобильные игры. Запись и просмотр видеороликов в высоком разрешении. Особенно 4К. Передача большого массива данных по Bluetooth или Wi-Fi. Множество открытых вкладок с сайтами в мобильном браузере. Перегрев процессора и троттлинг. Во время работы процессор нагревается. Это его характерная особенность. Высокая температура способна разрушить практически любые электронные компоненты. Поэтому к вопросу охлаждения устройств производители относятся очень серьезно. В компьютерах и ноутбуках этот вопрос чаще всего решается установкой активной системы охлаждения. Их размеры позволяют разместить в корпусе отдельный вентилятор и радиатор, непосредственно прикрепленные к чипсету и постоянно охлаждающие его. В смартфонах и планшетах не все так просто. Минимальная толщина корпуса устройства не позволяет разместить ни кулер, ни радиатор. Вопрос решается применением специальных термосоставов, которые принимают на себя лишнее тепло и отводят его на заднюю крышку. Это называется пассивная система охлаждения. Очень часто бывают такие ситуации, что ее возможностей просто не хватает. Это происходит при использовании тяжелых приложений, либо современных игр с мощной 3D графикой. И в этой ситуации, чтобы не повредить процессор, разработчики предусмотрели систему троттлинга. Троттлинг – это защитный механизм, который срабатывает при достижении критической температуры и проявляется в резком падении тактовой частоты. В этом случае производительность чипсета резко уменьшается, а его температура снижается. В этот момент пользователь видит, что запущенное ресурсоемкое приложение начало подвисать, а смартфон работает медленнее. Чтобы уберечь ваш процессор, постарайтесь избегать ненужных нагрузок. Конечно, одними фоновыми процессами вы его не перегреете, но масса запущенных приложений заставляет его работать интенсивнее. Останавливайте запущенные программы, которыми в данный момент не пользуетесь. Длительное путешествие на машине или поезде тоже приводит к убиванию процессора. Вы будете перемещаться между вышками, а телефон будет осуществлять непрерывный поиск сети, который сильно нагружает чипсет. А еще многие любят ездить по навигации на смартфоне, располагая его рядом с воздуховодами печки автомобиля или под прямыми солнечными лучами. Это просто двойная нагрузка на процессор. Кроме того, я рекомендую вам не использовать телефон во время зарядки. Аккумулятор создает дополнительный нагрев. Лучше оставьте телефон в покое на час-другой, пусть отдохнет. Приложение убийцы процессора. А теперь я вам назову приложение, которое максимально нагружает процессор и забирает много места в оперативке в фоновом режиме. Приготовьтесь удивиться. Лидером среди таких программ убийц является мобильное приложение Facebook, а также его мессенджер. Еще сюда относят приложение соцсети Instagram, которое принадлежит Facebook. Вот так вот Цукерберг подвел все мировое сообщество пользователей смартфонов. Современные процессоры достигают критической температуры своей работы очень быстро, уже после 20-30 минут работы под большой нагрузкой. Покупая смартфон на 8 и более ядрах с частотой больше 2 ГГц, пользователь должен понимать, что при длительной работе с тяжелыми задачами телефон будет быстро греться. Это приведет к сбрасыванию рабочей частоты до минимального значения. Тем самым даже топовый гаджет производительности в некоторых случаях может сравниться с бюджетными моделями телефонов. А теперь игра. Угадайте, что это за смартфон был на 3.01 нашего видео? Прямо сейчас внимательно пересмотрите этот момент и отпишите в комментарии. Каждый угадавший получит 1 балл и имеет возможность выиграть супер-секретный приз от Future Time. Подписывайтесь, почувствуйте нечто иное. Субтитры сделал DimaTorzok